Теперь школы с малым количеством учащихся будут объединены. Оптимизация направлена на улучшение качества образования и сокращение расходов на административный персонал. Соответствующий приказ издан Министерством образования. Допустим, в одной школе очень хорошие педагоги. Они смогут преподавать и в других филиалах. Например, в Кочхорском районе есть четыре школы. В двух из них учатся по 1800 учащихся. В оставшихся двух по 500. Здесь нет баланса. После оптимизации будет возможность вести кружки и другие подготовительные занятия. Если раньше в школах были директор и завуч, то после оптимизации директора будут в головных школах, а в филиалах останется только завуч. Учителя продолжат работать на своих местах, а дети учатся там же, где и учились. Никто здание освобождать не будет. При оптимизации сокращений не будет. Штатная единица объединенных школ сохранится. Планируется перераспределение учащихся, чтобы везде был баланс, то есть одинаковое количество детей. Оптимизация началась в пилотном режиме с города Бишкек. Здесь к 70-й школе была объединена 28-я. Теперь 28-я школа функционирует в качестве ее филиала. Здесь у нас в корпусе на Бакамбаево 3600, почти 700 детей, а на корпусе Панфилова там 1450 детей укомплектовали. Нас уже закомплектовали и сейчас вот в таком количестве мы обучаемся. Два корпуса обучаются в каждом из корпусов, находятся с первого по одиннадцатый классы, то есть все остались на своих местах. Обучение идет в штатном расписании, то есть и там и здесь школа обучается. Согласно приказу Минобразования, 53 малоукомплектованные школы присоединят к другим общеобразовательным организациям. Данный шаг является частью общей стратегии по совершенствованию инфраструктуры и созданию более удобных условий для учащихся и педагогов. В Ворской области будут оптимизированы 22 школы. На Рыне – 10, в Чуйской области – 6. В Баткене и в Джалабаде объединят 5 школ. В Таласской области оптимизируют два образовательных учреждения, а в Высокольской области – одно. Работу по оптимизации должны завершить до 1 ноября этого года. Руководители районных, городских отделов образования должны до 1 декабря решить вопросы трудоустройства сотрудников, технического персонала школ, которые были включены в список оптимизации, и провести разъяснительную работу среди населения по мероприятиям и проблемам, возникшим вследствие оптимизации.